Варспир онлайн пиксельной MMORPG с открытым миром стартовало обновление беспокойный семестр. Здесь игроков встретит новый весенний остров, где каждый сможет поступить в настоящую школу магии. Всего в школе будет 4 магических курса, которые необходимо закончить, чтобы постигнуть все чародейские знания и добраться до главного босса. Если вам по душе хардкор, сложные задания, общение и ролевая система, то этот мир придется вам по душе. Игра бесплатная и работает на мобильных и десктопных платформах. Ссылочка в описании. Лунный монах представляет Она и Ильдан 2.0, и Горош 2.0, и Король Лич 2.0. Угадайте, о ком идет речь? Конечно, я ведь написал в названии ролика. Ишь, ну а ла, друзья, я думаю, ни для кого из вас не станет новостью то, что в последнее время сюжеты Blizzard стали плоскими и предсказуемыми. Кто сжег Тельдрасил? Наверное, какой-то новый злодей взял осколок с меча Саргераса в Сильтусе и закинул в древо, вот оно и запылало. Нет, самая банальная банальность, его сожгла Сильвана. Всю битву за Азерот, Blizzard говорили нам, что Сильвана не Горош 2.0. А что мы видим в итоге? Осаду Аргримара и отговорки Близзард в стиле Мы пытались скрыть от вас то, что Сильвана немного похожа на Гороша, но намного суровее и опаснее. Мы предполагали, что Сильвана не предаст Арду, у нее более глубокие цели ко всему этому. В итоге предала. А что уж там говорить, фанаты предсказали Shadowlands Сильваной, ломающей короны, вызывающей царство смерти в реальности. Об этом предсказании мы говорили с вами вот в этом ролике. Это и называется предсказуемость. Мы надеялись на что-то более глубокое, лучшее, а в итоге получили сырой кусок мяса. Но все же, Сильвана еще не слита и ровно так же, как и Горош, сбежала в другое дополнение. Все предыдущее дополнение она творила свои злодеяния и по идее дальше должна следовать либо расплата, либо искупление спасением вселенной. Как вы знаете, священный поединок Мак Гора уже прошел, и Сильвана вышла из него победителем. Так неужели она спасет мир? Сегодня об этом и поговорим. Может ли оказаться так, что сжигание древа это необходимость для победы в дальнейшем? Что если ночные эльфы в утробе помогут нам в решающем бою с тюремщиком? И Сильвана такая, вот вы меня ругали, а я старалась на всеобщее благо. Вы меня не понимали, а я делала все для спасения мира. Аналогичная ситуация была и с Иллиданом, который натворил много бед, не сказав никому про свою мотивацию. А потом выяснилось, что его конечной целью было уничтожение Пылающего Легиона. И он делал все беды для большего блага, понимая, что расскажен про свои цели другим, его никто бы не поддержал. Сильвана утверждает, что весь мир тюрьма. А она подарит нам свободу. И говорит она эти слова без всякого сарказма. Она станет твоей тюрьмой. Весь мир наша тюрьма. А я подарю нам всем свободу. Самый большой намек на то, что Сильвана, возможно, получит искупление в дальнейшем, заключается всего в одном квесте. События происходили в Назмире, и по ходу этих событий Альянс узнал, что к Орде присоединились с Анлейн. Воины Альянса убивают капитана Ариэль, которая говорит про то, что Сильвана видела тьму и хотела от нее уберечь всех. Что если Сильвана просто осознала бессмысленность объяснения кому-либо своих планов? Все равно ее никто не поймет. Она держит связь уже с силами космоса, решает вопросы на уровне мироздания. Она решает вопросы жизни и смерти и сотрудничает с самым опасным существом во вселенной, с тюремщиком. Разве это не заслуживает похвалы? Именно поэтому Орда для нее ничто. Все жители Азерота для нее ничто. Натанос для нее утратил значение, им пришлось расстаться в конце концов. И мы могли бы думать и надеяться, что Сильвана в конечном итоге может получить искупление. Но как дела обстоят на самом деле? В катаклизме и легионе мы видели Сильвану, отчаянно пытающуюся защитить свой народ и себя. Она просто не могла допустить своей смерти. Однажды она побывала на той стороне и поняла, насколько это ужасно. Кто в этом виновен? Артас Менитил. Парень, который вернул ее из мертвых и заставил помочь ему в нападении на Кельталас. По общему мнению, Сильвана все время до БФА выступала в роли жертвы. Но наступила битва за Азерот, и Сильвана резко захотела, чтобы все умерли. Сначала она сожгла Тельдрасил дотла без всякой причины. Дальше осквернила единственный дом своего народа. Потом подняла труп брата Джайны и заставила его разрушить дом Праудмуров. А затем убила очень уважаемую и любимую икону Орды, Томаса Зелинга. Потому что он имел дерзость усомниться в ее лидерстве. Точно так же она хотела поступить с Бэйном, но не получилось. Но вы же видите, что это настоящее убийство персонажа всего за один патч. И у вас даже нет выбора, даже если вы встаете на сторону Сильваны, вы все равно воюете против нее. Но это очевидно, что Близзард специально накручивают Сильвану, чтобы она нам казалась максимально злобной. Они вставляют ей едкие фразочки, чтобы вызвать еще больше ненависти к ней. Да и вообще, посмотрите на эту девочку, которая стоит в ошеломлении от того, что ее назначили вождем. Великая честь! Она сражалась за Орду, кричала боевые кличи, укрепила армию, пригласила много союзных раз к себе в дом. И все для чего? Для того, чтобы бросить? Да, просто для того, чтобы бросить. Алекса Фрсиаби сказал, что Сильвана вынашивала свои планы еще с короля Лича. С момента, как первый раз попала в утробу. Оказывается, она познакомилась с тюремщиком и стала совсем другой. Мы узнали, что ей было необходимо втереться в доверие ко всем. Ей нельзя было сразу выпускать своего дьявола наружу. Посмотрите, как она мило протягивает руку Вариан. Что теперь, спросите меня? Теперь Сильвана буквально работает с каким-то неизвестным ублюдком, о котором никто никогда не слышал. И все это необходимо для того, чтобы оправдать огромный всплеск силы, благодаря которому она смогла прорваться в Шадоу Лэнс и править там, как королева мудаков. Это настоящее убийство персонажа всего за один патч. Сценаристы обращаются с Сильваной без глубины, без нюансов, без изящества или так-то. Они просто говорят, ну теперь Сильвана злая, так идите и сразитесь с ней. Правда, я думаю, очень многие из вас хотят, чтобы Сильвана была окончательно убита в Шадоу Лэнс. Представьте себе картину, королева Банши считала себя самой умной и хотела обмануть тюремщика и захватить всю власть себе. Но тюремщик, будучи титаном, оказался умнее Банши и сам обманул ее, заточив к себе в утробу окончательно. Либо же можно сделать еще круче, мы сразились с Сильваной в самом сердце Таргаста. Она на последнем издыхании говорит нам, это еще не конец. Артас собирается улететь, но тут ее за плечо хватает Артас и говорит, нет, это конец. На лице Сильваны появляются выражения жалкого ужаса и Артас уносит ее обратно в ад. Это еще не конец. Кисонька, вот ты где допрыгалась, пойдем. Пошло оно все к черту, я устала. В конце концов, Артас также замучил и погубил десятки тысяч душ. Проводил страшные эксперименты над живыми. Уничтожал множество поселений жителей Азерота. Воскрешал мертвых. Как говорят оставшиеся жители Тирисфаля, Сильвана от Артаса недалеко падает. Быть брошенным в утробу, значит быть обреченным на мрачную вечность. Это беспокойная, безнадежная страна, где заключены навеки самые мерзкие души всего космоса. Если бы древнее зло прикованное здесь вырвалось на свободу, вся реальность была бы уничтожена. Так что, возможно, мы сами остановим это вселенское зло, как и обычно. Возможно, нам поможет Сильвана. Ясно только то, что Близзард резко понадобился злодей, которого начали строить из Сильваны в БФА и переписывать моменты лора, говоря нам, а она изначально была злодеем, вы просто не шарите. Сильвана пошла по пути Кельтаса и в конце концов ее будет ждать тот же исход. То есть, будьте уверены, что Шадоу Лэнс это последняя точка, где мы с ней увидимся. После она будет вынуждена уйти на задний план. Уж слишком много времени она пробыла... на виду. Да и возвращаться ей особо некуда. Ордой теперь правит совет, да и Сильвану там не ждут, а власть отрекшихся в конечном итоге должна перейти к Калий Минитир. Близзард умело подрезали все хвостики и оставили нам последний оплот встречи с Сильваной. Я с нетерпением жду подробности всей этой темы и обязательно сделаю об этом ролик с выходом Шадоу Лэнс. На этом видео подошло к концу. Для вас был рад стараться Лунный Монах. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заглядывайте к нам в группу ВКонтакте и Дискорд. Все ссылки на них я оставил в описании. Новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok